Всем добрый день! Несмотря на то, что мы уже много-много видео сняли про совмещение кислот, ретинола, пептидов, про всякий такой жесткий антиэйдж, вопросы все равно остаются. Я решила в сегодняшнем видео кратко сформировать основные принципы применения и совмещения вот этих самых основных компонентов с доказательной базой эффективности именно в антиэйдж направленности и попробуем просто составить такую небольшую рутину и понять, как, собственно, нам их применять, чтобы побочных действий было как можно меньше, а эффективность была максимальна. Естественно, первым, как говорится, и главным виновником всяких вопросов различных, является активный ретинол. То есть это производная витамина А, которая превращается уже в кожу в ретиноевую кислоту и оказывает массу всяких интересных эффектов, начиная от стимуляции обновления кожи, заканчивая запуском всяких трансформационных процессов и стимуляции деятельности фибробластов дермы, то есть выработка коллагена и ластина. Ретинол также влияет на образование молодых кератиноцитов на базальной мембране эпидермиса. Кроме того, влияет на выработку кожного сала, поэтому способствует сужению пор. То есть ретинол, на самом деле, естественно, обладает противоспалительной активностью в медицине, в основном для этого и применяется при лечении акне. И основной нюанс его применения заключается в том, что ретинол обладает достаточно сильными побочными эффектами, а именно вызывает сухость кожи, вызывает повышение чувствительности, может быть, раздражение. В зависимости от того, насколько у вас индивидуально чувствительная кожа, в зависимости от этого, степень выраженности этих негативных эффектов может быть разной. Естественно, сейчас наука не стоит на месте, и была изобретена такая транспортная система, как липосомы, в которую упаковывают, инкапсулируют ретинол. И липосомальный ретинол обладает меньшим количеством побочных таких эффектов, то есть он может вызвать на чувствительной коже, конечно, раздражение, и даже шелушение, но в меньшей степени, чем чистый свободный ретинол. Хотя форма одна и та же. Просто липосомы протаскивают ретинол глубже, они проникают, обладая с родством к липидным слоям эпидермиса, через вот эти вот слои, и не получается такого сразу выраженного раздражающего эффекта после нескольких применений. Как правило, эффекты побочные эти могут возникнуть, но, например, при уже достаточном сроке, когда вы там 2-3 недели уже поприменяли, если чувствительной кожи могут быть выражены эти побочные эффекты, если, допустим, вы слишком большое количество наносите или слишком часто наносите. То есть, в принципе, выраженность побочных эффектов при применении ретинола, она коррелируется. То есть, можно отрегулировать либо количество нанесенного препарата, либо кратность у нанесения. То есть, допустим, рекомендуется начинать применение ретинола, во-первых, с минимальной концентрации, если это чисто ретинол, это 0,25%, как раз как в сыворотке ретидерм у нас. И сначала вы применяете его, допустим, 3 раза в неделю. Потом вы переходите в течение месяца-полутора уже на применение раз через день или, допустим, 4 раза в неделю. И на самом деле мало кому нужно применение ежедневное, то есть ежевечернее, потому что ретинол применяется вечером. Как правило, достаточно применения через день, а в другие дни уже уход дополняется другими активными компонентами. Если только кожа очень грубая, так называемая гиперкератозная, тогда можно действительно ежедневно применять ретинол. Такие схемы тоже есть, но не всем это нужно. Так вот, основной принцип применения ретинола то, что он любит у нас выступать сольно, применяется вечером, это ночной такой компонент. Он сам по себе плохо переносит ультрафиолет и может повысить немного чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому его предпочтительно применять вечером. Так как он потенциально агрессивен, то, соответственно, перед тем, как его нанести, кожа должна немножечко восстановить свой гидропейный барьер, то есть должна немножечко выработать собственного кожного сала. Поэтому ведь снова мы наносим спустя хотя бы полчаса после умывания, ну минимум 15 минут. И закрывать, то есть на влажную кожу наносить его нельзя. Сразу после умывания на свежеобезжиренную кожу тоже нельзя наносить. И если мы хотим его закрыть каким-то питательным и смягчающим средством, то есть, допустим, кожа сухая и требует еще каких-то питания дополнительного, то не раньше, чем через час, желательно наносить уже какие-то еще дополнительные, например, кремовые текстуры. А так сам по себе ретидерм является кремовой текстурой, да, могу даже показать. Вот, и он самодостаточен. При, например, жирной комбинированной коже вообще его не нужно ничем закрывать. Если же мы используем на сухой коже, то тогда уже можно закрыть через час питательным кремом. Например, с папельси взять. Если же мы хотим дополнить нашу рутину, например, кислоты содержащими средствами, допустим, сывороткой альфа-дерм, то, во-первых, в начале применения ретинола мы ее, естественно, применять не будем, потому что кислоты, они сами по себе тоже запускают процесс обновления клеток кожи, они могут усугубить раздражающий эффект ретинола, истончая эпидермис. И поэтому кислоты добавляются в уход уже тогда, когда кожа привыкла к ретинолу. То есть вы уже использовали, грубо говоря, месяца два ретинол в виде сыворотки ретидерм, и потом можете усилить эффект, добавив сыворотку с миндальной кислотой и комплексом АХ-кислот. Она будет применяться тоже вечером, скорее всего, и в те дни, когда нет ретинола. Соответственно, если мы хотим дополнить уход средствами с няцинамидом, с витамином С, с какими-то еще активными компонентами, то мы с ретинолом не совмещаем их, а мы используем их утром, то есть разносим по времени. Например, берем сыворотку, точнее, это не сыворотка, а крем-сыворотка, кремовая такая текстура, витаматрикс антиоксидантный коктейль с витаминами А, С и Е, и используем ее в качестве дневного крема. Под него можно наносить, например, увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой маломолекулярных форм, 3D-увлажнение, интенсив омоложение. А вот этот витаматрик используют в виде дневного крема. Он еще содержит светоотражающие частички, которые дают такой декоративный эффект сияния. Если же мы хотим использовать, например, пептиды, то пептиды нельзя совмещать ни с кислотами, ни с ретинолом в одно нанесение. То есть у нас, если вечерами пойдут ретинол или кислоты, то пептиды мы будем наносить утром, например, под витаматрикс или под увлажняющий крем. Нам при использовании ретинола и кислот почти всегда нужен солнцезащитный фактор в средствах, которые мы используем днем. Да, действительно, зимой, например, когда индекс инсоляции, ультрафиолетовый индекс, который мы смотрим в прогнозе погоды, не превышает 2, то практически не нужна защита от солнца. Но минимальная, конечно, не повредит. Такая, как, например, SPF10 в увлажняющем креме. Но как только первое весеннее солнышко начинает пригревать, и индекс инсоляции становится выше 2, то уже желательно применять средства с высоким фактором защиты, например, крем-мультипротектор SPF50 Oil-Free. Если мы, допустим, получили от ретидерма какие-то побочные эффекты в виде раздражения или шелушения, то мы можем добавить в уход, в рутину, например, через час после него, и в те дни, когда его нет, наносить питательный крем, например, SPA-апельсин, питательный массажный крем SPA-апельсин. Можем использовать, допустим, какие-то увлажняющие сыворотки, можем использовать гель-интенсив регенерации, например. Но самое главное, когда побочные эффекты от ретинола все-таки выражены, мы убираем или частоту применения сокращаем, или количество, либо вообще отменяем его на 4-5 дней, и потом начинаем заново втягиваться в эту рутину. Поэтому что еще мы можем добавить? Мы можем ежедневно, конечно, у нас кожа будет обновляться быстрее, благодаря кислотам, ретинолу или чему-то одному из этого, но такие процедуры глубокого очищения, они все равно могут понадобиться, поэтому у нас есть для этого энзимная пектиновая маска, которая содержит фермент папаин и молочную кислоту, и мы можем, когда кожа уже спокойная, привыкла к кислотам и гретинолу, или к кому-то из этого, одному чему-то из этого в рутине, мы можем 1 или 2 раза в неделю использовать энзимную маску в качестве глубокого очищения, как положено ее применять, все, наверное, знаете уже, как ее применять, либо под пленком 15 минут, либо просто сделать под ней сам массаж влажными руками 15 минут, и потом смыть. Она как раз убирает с поверхности эпидермиса вот эти вот роговые чешуйки, неотшелушенные. Вот таким образом мы можем составлять свои рутины, то есть утром у нас очищение мягкое, обязательно тоник для восстановления ПАЖ, потом средства какие-то с, например, витамином С, может быть, антикуперозный гель с ниоцином и сосудокрепляющими компонентами, может быть, допустим, сыворотка с пептидами и релаксантами, обязательно солнцезащита, витамин С и Е в креме еще есть, это у нас пойдет на утро, а вечерние у нас солисты – это ретидерм и альфа-дерм. То есть либо мы применяем что-то одно из этого, либо мы их комбинируем тогда, когда кожа уже хорошо ретинизировалась и привыкла к ретинолу. К слову сказать, если кожа уже привыкла к ретинолу, мы можем взять более высокую концентрацию. К сожалению, пока в гель-теке продажи нет, есть в разработках, поэтому мы ждем 0,5% ретинола, активное средство скоро появится у нас, на которое можно уже заменять ретидерм 0,25, когда уже, как говорится, вы попользовались 3-4 месяца этим средством или, допустим, 3 месяца, и потом перешли на более высокую концентрацию. Естественно, в летний период мы ретинол традиционно в нашей климатической зоне не используем, хотя в некоторых регионах, где хорошо защищают кожу от солнца, используют ретинол практически в период, когда солнце активно. И поэтому, собственно, если мы вот так грамотно будем свою рутину выстраивать, несмотря на то, что в ней находятся довольно-таки агрессивные компоненты потенциально, у нас кожа будет чувствовать себя хорошо. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Если информация была полезна, буду благодарна за ваши лайки. И до новых встреч! До новых встреч!